Здоровая пара, здоровая семья не определяется, конечно, отсутствием проблем. А здоровая пара, функционирующая как здоровая семья, отличается тем, что может обходиться со своими сложностями. То есть обхождение с проблемами в системе – это критерий здоровья. В этом смысле нужно сказать, что я вижу удивительно разные нестандартные сочетания, которые уважительным образом относятся к своим различиям, друг к другу, обсуждают открыто. Вообще открытости надо бы пожелать партнерам в семейных системах. Те системы, которые закрыты, где партнеры не говорят друг с другом, в тех системах гораздо больше сложностей, на мой взгляд. И это сложный вызов, потому что нужно принимать себя, чтобы мочь говорить открыто. Кроме того, необходимо слышать партнера. А для того, чтобы слышать партнера, нужно, чтобы свои демоны не так сильно шумели в уши. Типичная проблема в парах – это невозможно слышать партнера. Потому что, когда партнер говорит что-то, меня задевают мои собственные привычные грабли, если угодно, процессы болезненные, травмы, которые ты упоминала. И тогда я не могу реагировать на реальность партнера. Я его превратно слышу через призму моего наученного, выученного восприятия. И это обрубает возможность диалога, даже если партнер старается быть открытым. Вот, собственно, я часто занимаюсь такой мягкой педагогикой способности слышать другого человека через прорабатывание собственных проблем. Я думаю, это делает любой честный и образованный человек, кто берется работать с парами и вообще с группами людей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok